Меньше недели остается до перехода республики на цифровое эфирное телевизионное вещание. Ход подготовки обсудили на совещании в Доме правительства. 15 апреля ровно в 10 часов утра в Чувашии перестанут транслировать аналоговый сигнал 20 федеральных телеканалов. Сейчас продолжается настройка и проверка оборудования. На территории Чувашьей Республики у нас находится 83 проблемных населенных пунктов, в которых по технологическим особенностям отсутствует сигнал цифрового телевидения. Но при этом четко нужно отметить о том, что по методике расчета Минкомсвязи в эти населенные пункты попадают те населенные пункты, которые охватываются зонное вещание нашими 42 передающими станциями, результационными станциями, которые находятся на территории Чувашьей Республики. Однако в эти 83 населенных пункта более 60 населенных пунктов попали те, которые находятся на границе Чувашьей Республики и имеют возможность принимать этот сигнал с соседних республик. Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций отметил, что Чуваша – единственный регион, где почтальоны не только принимают заявки на доставку приставок, но и настраивают их. Жителям муниципалитетов помогают и волонтеры из числа учителей, сотрудников администрации и глав поселений. Ветеранам Великой Отечественной войны, малоимущим семьям, а также одиноко проживающим гражданам с доходом ниже прожиточного минимума покупку оборудования компенсируют. Для этого необходимо обратиться в отделы социальной защиты населения. При покупке оборудования для справа эфирного телевидения для пунктов, находящихся в зоне эфирного телевидения, предусмотрена компенсация до 1750 рублей, но по фактически приведенным расходам. Для жителей, тех, которые находятся вне зоны приема действия, эта компенсация предусмотрена на спутниковое оборудование в размере 6500 рублей. Технически, технологически мы готовы. Ждем 15 часов. В республике продолжает работу и горячая линия по вопросам перехода на цифровое эфирное телевидение. Специалисты отмечают, что поток звонков может вырасти с 15 апреля. На несколько дней график консультации продлят с 8 до 19 часов. Продолжение следует...